По 1 июля 2014 года всего в систему «Народный контроль» опубликовано 25 056 уведомлений. Это составляет 61% от общего числа поступивших уведомлений в систему. 61% – это очень хороший показатель. Данный показатель ежемесячно растет, поскольку как и модераторы категории, как и ответственные исполнители в муниципальных образованиях очень четко отрабатывают каждое уведомление на сегодняшний день. По 4277 уведомлений запланированы работы, что является 17%. По 4490 уведомлений дан мотивированный отказ, что составляет 18% и 991 уведомление. На сегодняшний день находится в работе, что составляет 4%. Хочу отметить, что мотивированный отказ на сегодняшний день практически уменьшается по сравнению с предыдущей статистикой прежних месяцев. В систему за первое полугодие поступило 11 431 уведомления. Из них 6268 уведомлений решено, что составляет 55% на сегодняшний день. По 3230 уведомлениям запланированы работы. Это составляет 28%. Мотивированный отказ на сегодняшний день составляет 10%. И 746 всего лишь уведомлений в системе находятся в работе. Это составляет 4%. Данная статистика приведена за первые полугодия 2014 года. Можно судить о том, что количество решенных уведомлений систематически растет за счет того, что ответственные исполнители у нас являются в основном муниципальные образования Республики Тарстан. Ведут работу по каждому уведомлению. Каждое уведомление рассматривается исполнительным комитетом на уровне главы. Принимается решение и начинается работа. Согласно постановлению Кабинета министра в течение 10 дней практически заявки у нас большая часть решаются. На слайде показан рейтинг муниципальных образований по количеству просроченных уведомлений от общего количества опубликованных. Как видно, по всем муниципальным районам Республики Тарстан просроченных рассмотрений уведомлений практически отсутствует. Учитывая ежедневный контроль со стороны модераторов категории, так и ответственных исполнителей. В разрезе от 0 до 10, от 10 до 50, от 50 до 500 и 500 выше находящихся заявок в работе. Есть муниципальные образования, в которых поступили уведомления меньше количества, к примеру, меньше 10 уведомлений. У нас градации взяли от 10 до 50 уведомлений поступивших, от 50 и до 500 градаций. Учитывая то, что город Казань, набережные Челны и Альметьевск нельзя сравнить с другими муниципальными районами, поскольку город Казань перевалил практически 7 тысяч практически уведомлений поступило у них в работу. Их сравнивать, к примеру, с Ютазинским районом или с другим районом, в который поступило 10 или 12 уведомлений, и в процентном соотношении, кто сколько выполнил, есть районы, у которых поступило, к примеру, одно уведомление, и одно уведомление решено, а процентное соотношение решения 100%. Такого не бывает. То есть сделали такую градацию. Лидерами по решенным заявкам являются, как всегда, город Казань и исполнительный комитет набережной Челны. По городу Казань на сегодняшний день поступило 6 418 уведомлений. Из них решено практически больше половины. Это рейтинг за первые полугодия 2014 года, хочу отметить. Это очень хороший показатель. Город Казань подтянулся по сравнению с предыдущим годом. Процент у них возрос. Думаю, под конец, в конце года у них совершенно будут другие цифры. На сегодняшний день по городу Казань минимальная просрочка практически, нулевая. Есть там 1, 2, 2, 3 уведомления, которые, ну, они долго решаемые. И следующий рейтинг более 500, это город набережной Челны, к ним поступило 582 уведомлений, из них 339 решено. Процентное соотношение 58,2 процента решенных. И дальше перейдем по уведомлениям от 500 до 500, от 50 до 500 уведомлений. Это, как всегда, возглавляет рейтинг Альметьевский муниципальный район. Он всегда у нас является лидером. Так же, как Нижнекамский муниципальный район Республики Татарстан. Вы сами видите количество поступивших уведомлений и количество их решенных. То есть процент их больше 50 процентов. Продолжение следует...